Добрый день, уважаемые зрители, я Абдулин Максимов, меня уже объявили. Тема моего исследования Россия разбирается довольно плохо, мало вообще кто знает об этих процессах, которые происходили в США и Европе с 50-х по 80-е годы. Ну, они затронулись и до 80-х, но самые яркие и самые исторически важные процессы как раз произошли вот в это время. Сейчас эти процессы начинают исследоваться, потому что их надо все-таки отфиксировать, понять, что все это было. И вот, в принципе, об этом и пойдет речь. Задам такой вопрос. Наверное, вы все знаете о хиппи. Кто это такие? Да. А кто-нибудь слышал о пикниках? Да. Да, вы знаете. Вот эти ребята как раз представлены на экране. Это типичные представители этой субкультуры, которые... Типичные представители субкультуры американской молодежи, которые являлись детьми среднего класса, поствоенное время. Чем вообще являлось поствоенное время, то есть после Второй мировой войны в США? Как известно, США получила огромные экономические выгоды с участием Второй мировой войны. Военные заказы, почти что полное отсутствие безработицы, огромные кредиты, финансовая оккупация в Японии и Германии. И огромные прибыли, только прибыли. Но одновременно с этим начинает в обществе расти от эволюции. Что происходит? С одной стороны, благополучие. Вы победили абсолютное зло, фашизм. Все, забороли, молодцы. Но одновременно с этим мы скинули на Японию, на мирные города, две эволюции. И теперь становится понятным, что война больше никогда не будет такой, которой она была до этого. Война приобретает тотальные свойства. Она приобретает свойства апокалипсиса. И вот эти ребята, любитники, которые были, они это осознавали. Скажем, чувство приближающегося к рамки-деца витало в воздухе, особенно ярко среди этих субкультур. Они понимали то, что вот-вот начнется ядерная склопа с Советским Союзом, и вот-вот всего этого не стали. Можно сказать, одним из лозунгов питников было такое выражение «man and beat». И в принципе, оттуда и пошло это название питники. То есть люди разбитые. Они понимали, что в принципе стремиться больше к ней к чему. Цивилизация достигла своего погибия, гуманизм отрешен, и то, что развивается сейчас в США, приведет к концу света просто. Вообще, всякая субкультура начинала строиться на музыке. Музыкой питников являлся джаз. Причем после войны, после 45-го года, появился определенный стиль джаза – это ядерный джаз. В джазе блюзи обыкровывались именно те стили, обыкровывался такой декаданс. Ну, джаз сам себя подразумевает, музыка к этому подходе. Но тексты стали появляться о том, что вот-вот у нас выйдет ядерная война, и все, на этом будет все. Атмосфера питала воздухи. Одновременно с этими появляются ребята, которые входят в кусовку питников – это хипстеры. Это не те хипстеры лагированные, которые сейчас присутствуют у нас в стране и в Европе. Это настоящие хипстеры. Что они себе представляли? Это эти ребята, которые занимались музыкой очень серьезно. Они ездили из штата в штат, путешествовали в оборванных одеждах, и делали перезаписи с бобин, с первых ленточных кассет, под таких еще малоизвестных джазовых групп. Гаражных опен-ролк групп. И как раз распространяли эту музыку. Скажем, они являлись своеобразными интернетами. Вот так вот путешествовали из штата в штат. А как вообще вот эти ребята могли существовать? Почему такого движения, например, не было в советское время? Все так же из-за экономики. Сытые штаты. Растет идея общества потребления. Как раз Эрик Фон пишет, примерно в 52-м и 53-м году вводит этот термин. Появляется термин «Американская мечта». Это жизненный кредит, своя собственная машина, свой западный дом, семья. Все плода, которые присутствуют в доме. Там плиты, свет и всего остального. Битники протестовали против всего этого. Они говорили, что этот гетонизм, который навязывается правительством извне, он сделан лишь для того, чтобы дать людям иллюзию, что конца света не будет. Потребляйте. Потребляйте и потребление вы забудете о том, что мы уничтожили мирные города в Японии. О том, что вот-вот может начаться, как я уже говорил, ядерная война. Чуть позже, в принципе, вот, типичный представитель битников. Также битники уже обретали понятие, скажем, шарм левачества. Леваков, то есть тех, кто относил себя к грацкистам и чуть позже уже малоисты к ним присоединятся. Но вот конкретно про леваков хочу заметить. Они яро выступали за права темнокожего населения в США. Они рационально считали то, что вполне себе объективно, что права темнокожего населения очень сильно угнетены, и они сравнивали себя с ними. Вот эти бомбы, которые присутствуют при них, это как раз санкциональный инструмент жителей Ямайки. Они часто как раз путешествовали по США, певая ритмом вот в эти милые грабаны. Но тем самым они, как бы, действия, скажем, показывали свой протест против политики США. Но на их смену приходят уже новые люди. Это хиппи. Хиппи, уже, скажем, полностью расправившие плечи, дети среднего класса. Их вообще называют, конечно, по-разному. Многие сейчас хиппари не любят, но они были вполне себе объективным ответом на то, что происходило в штаб. Необходимо было вот это бунтарство против того, чтобы выступить против общественного потребления. Потому что, несмотря на то, что и растет доход домохозяйств по штабу, одновременно с этим положением рабочих, которые, ну, много миллионов армий рабочих, американцев, находятся в довольно оплаченном положении. Профсоюзы развиты очень слабо и подконтрольное правительство. Сверхурученный рабочий день, маленькие зарплаты и плохие социальные условия. Ну и вот. Но хиппи выступили не за рабочих. Они выступили в поисках самих себя. И вот этот момент, уход от социальных проблем, копания в своих мозгах, копания в своей душе, вообще ознаменовывает все вот эти годы протеста с 50-х и 70-х годов, которые проходили в Штатах и на Западе. То есть здесь нету ярких социальных лозунгов, здесь нету призывов, здесь есть призывы понять самого себя. Решаются специальные проблемы путем употребления ЛСД, курения травки и путешествия по Америке с гитарой и прослушиванием, ну, и устраиванием квестов, скажем так. Вот. Но одновременно с этим растет мощное прогоммунистическое и профсоветское движение в Штатах. И хиппи являются лишь вершиной этих ребят. Это профсоюзы, профсоветские экстремисты и просто люди коммунистических взглядов. Можно сказать даже, что хиппи могли бы подготовить для них неплохую базу для социального взрыва в Штатах, но произошло больше. Что случилось дальше? Поняв в какой-то момент, что протест вот-вот взорвется, правительство США применяет очень хитрую практику, которая станет потом мировой. Вот известный писатель Лившиц описал не эти процессы, он описал советское время, он был инсидентом, но его стихотворение отлично передает то настроение, которое было в США в 50-е годы. Стихотворение называется «Квадраты». Все же порядок вещей не лет. Люди, плавящие металлы, ткущие ткани, пекущий хлеб. Кто-то бессовестно вас обогнал. Не только ваш труд, любовь, носок. Украли открытость пытливых глаз, умение мыслить украли вас. На каждый вопрос внушили ответ. Все видя, не видите вы низки. Встали матрицами газет ваши безропотные мозги. Но нет ответа на главный вопрос. Одетый кто серенько, кто бестрок. Утром и вечером, как пылесос, вас затягивает метро. Вот вы идете густой икрой. Все как один на один покроем. Люди, умеющие обывать, люди, умеющие добывать. А вот придут за рядом ряд. Ать, 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 ать. Пока еще только на парад, люди, умеющие убивать. И вот однажды, средь мелких дел, тебе дающих подожженный корм, Решил ты вырваться за пределы осточертевших квадратных форм. Ты сбунтовался, кричишь, крадут. Ты не желаешь себя отдать. И вот сначала к тебе придут люди, умеющие убеждать. Будут понятливые слова. Будут доходчивы и добры. Они докажут, как важный тварь, что нельзя выходить из игры. Но ты и ты раскаешься, бедный брат, забудший брат. Ты будешь прощен. Под без напения в свой квадрат ты будешь медленно возвращен. Но если упорствовать станешь ты, не дамся прежнего не бывать, Неслышно выступят из темноты люди, умеющие убивать. Ты будешь как химон гладать на стул. И на квадраты, словно во тьме, будет расчерчен синий лоскут, Черные решетки в твоем огне. Вот это и сделают. Вот у нас есть квадрат общественного потребления. Идет стихийный пункт самоорганизации НИЗОВ. Она выражена еще такими желобами в виде хиппи и битников. Но в принципе понятно, что сцепка вот-код звучится. Понимая то, что преследовать лидеров экстремистских сообществ, прокоммунистических партий, сообществ, является не конструктивным, потому что если по ним начать пить, они начнут расти. Теперь появляется новая идея. Это создать квадрат системы оппозиции, системы протеста. Идейка такая. Да, вы идете против системы, не понимая, что вы входите в другую, в вторую систему. Вы протестуете. Протестуете лейкл надежды. Протестуете тем, что крушите застрахованную собственность. Протестуете тем, что организовываете по стране наркодрафик, который во многом контролируется в ЦРУ. Можем вспомнить, ну, они отшумели уже лет 5-6, а завтра секреченный материал от ЦРУ НК Ультра, когда в университетах США слабо распространяли пробники лизергиновой кислоты, ЛСД. Это делалось правительством США, а сам ЛСД был синтезирован в Швейцарии. То есть каким-то образом из Швейцарии он попал в США. И так получил массовое распространение, особенно среди бунтующей молодежи. В принципе, что случилось с такой молодой оппозицией в США, бунтующей? Часть из них так и остались. Это все переросло в фесты, музыкальные собрания. Это переросло в идеи. Ну, в общем, они стали аполитичны. Политичность, которая там была, либо самых экстремистов убрали, а те, кто остались и считали, что они протестуют, они протестовали просто в новой системе. Протест стал проконтрольным и приносил классно-словные деньги. Популяризовался как угроз. Записывающие студии, продюсеры сделали огромное состояние на Битлсе, огромное состояние на более поздних группах. И у нас огромные деньги также сделал каркотрафик себе. Но ничего этого не было бы, если бы не было вот этого молодежного бунта. А молодежный бунт был бы невозможен, если бы не было вот этого экономического подъема. В принципе, можно потом вспомнить про футсток, который был в 69-м году. И вообще, все вот это настроение молодежных левых бунтов, ну, левыми они считали себя сами, говорил о том, что это протест больше не просто как социально требуемый, не протест против эксплуатации рабочих, это протест против родителей. Они протестовали, пытаясь показать, что они уже взрослые, пытаясь показать, что они независимые, пытаясь показать, что их моральные устои, устои пред, просто аркаичные. В принципе, они были правы. Мораль, приравимая, оплеванная хиппи, была на самом деле не отвечающей теме экономической и экономической ситуации, которая сложилась в США по 50-м и 60-м годам. Но самое интересное в молодежных протестных движениях показала, конечно же, себя Франция. Франция запомнилась маем 68-го года. Кто-нибудь из присутствующих в зале знает вообще про мае 68-го? Красный май, когда о нем говорят. Вот люди есть. Отчасти о нем рассказывали в фильме «Бертолучи» и «Мечтатели». Но он там очень поверхностный и очень скользкий. Что же из себя представил в мае 68-го года во Франции? Ну, сначала небольшая подристолия. Франция в 61-м году являлась первой экономикой Европы. Самая быстрорастущая экономика. Большой ВВП. Де Голь любил всеми на тот момент. И он начинает вкладывать большие деньги в образование страны. По всей Франции начинают расти университеты, а студенчество в 61-м и 68-м годах увеличилось в 10 раз. От 50 тысяч студентов, которые были в 61-м, до полумиллиона. Франция всегда делала подмонитарное образование. Знаменитая «Холеная Сарфона» выпускала как раз именно... была сделана, скажем, зачетом на гуманитариев. И филиалы Сарфоны, которые появлялись под Парижем, к Нантере... Нантере — это как наш закон, скажем. Небольшой город-спутник. Как раз и развивала именно гуманитарную сферу. И, в принципе, вот здесь начинается заревать кризис. Во Франции после странного стечения обстоятельств не было контрольных групп, таких известных. И вся вот эта молодежная культура, субкультура, которая начинает появляться в Англии, в США, она перенимается во Францию полностью. Одновременно с этим перенимаются американские идеи левачества. Перенимается левачество английское. Но и французы всегда были политизированы, а молодежь в особенности. Что, к чему это все приводит? Начинает расти идея троцкизма. Начинает расти идея маусизма. Мауизма, который был особенно популярен в те годы. Известный философ, известный журналист, известный писатель Гиде Бо в 64-м году начинает выпускать свою газету. Это довольно маргинальная газета, которая печаталась исключительно для леваков. Один из лозунгов в газете, напечатанной в 65-м году, звучал так. Мы повесим каждого советского бюрократа на кишках капиталистов. То есть, понятно, здесь нету стычки не с Советским Союзом, нету стычки с буржуа. Они отрицают как буржуа, они отрицают и Советскую комдовую власть. Ну, в принципе, обоснованные доводы, объективные для тех лет. 67-й год. Проседание экономики Франции. Она начинает... Просто начинается стагнация. Начинается сокращение бюджетных мест, начинается вырезание стипендий. Стипендий задерживаются. Урезание мест в общежитиях. И это все очень болезненно сказывается на французской молодежи. Вдобавок, Дегон теряет свою опору. Дегон всегда был правым, по взгляду. Но после того, как он отдал Алжир, он потерял доверие правых. А левые его всегда не долюбливали. И левые настроения начинаются сильнее и сильнее подораживать святую Францию. В 67-м году это начинается с того, что начинается задержание на митинге в честь памяти смерти Чи Гивара. В начале 67-го года он был убит. Произошли задержания, и начинаются первые волнения. Они еще проходят в студенческих общежитиях, в кампусах. Они выливаются в небольшие совсем лозунги в институтах. И пока что это еще особо ярко не выявляется. Знал бы кто тогда, к чему это все приведет. Началом тех событий послужил 22 марта. Как я уже сказал, Нантенн, это город-спутник Парижа. В нем как раз был развернут университет филологических наук. Университет предполагал вместимость всего 3000 человек. К марту 68-го года там уже училось больше 10 тысяч человек. Вуз был переполнен, и там присутствовали только коммунитарии. Вдобавок были большие проблемы в том, чтобы потом туда устроиться своим образованием. Одна из претензий студентов была в том, что после получения образования они не могут найти работу. Да, переполнена стрелка, в том числе, ну по претензиям студентов было в том, что образование не отвечает реалиям. Ну то есть оно просто устарело. Насколько это так, ну можно суть и просто проехать по трудоустройству после. Ананты уже подоражат ливацкие настроения. Они выражаются в мелких группах, которые делят политическую обстановку в университете, в общежитии. И 22 марта несколько студенческих групп захватили здание комитаративного корпуса. Третья требует освобождения шестерых своих товарищей и членов персонального комитета. К чему все это происходит? Они захватывают башни ректората, башни кафедра. Вроде для остальных 10 тысяч студентов, в принципе, это был обычный день. Но власти наводнили Нантер полицейскими агентами, и студенты ухитрились и сфотографировали, устроили в университете выставку фотографий. Полиция попыталась закрыть выставку, начались столкновения, в ходе которых студенты вытеснили полицейских из университета. 30 апреля администрация обвинила из первых лидеров студенческих беспорядков в подстрекательских насилиях и прекратила занятия в университете. 2 мая было объявлено обращение занятий на неопределенное время. Тех, кто подстрекал как раз о дальнейшем развитии вот этого студенческого стихийного бунта, выгнали из университетов и началось. Это стало истрой начаться с пожаром Красного Мая. 1 марта 100 тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы отметить праздник солидарности трудящихся. Молодежь скандировала работу молодежи, произборшалась элония, 40-часовая рабочая неделя, профсоюзных прав и отмена последнего постановления о резком сокращении программы с обеспечением. И после 1 мая демонстрации уже не прекращались. 3 мая студенты Сарабоны, то есть Сарабоны это центральный вуз, Нантер, это филиал Сарабоны. 3 мая студенты Сарабоны провели демонстрацию поддержки своих нантеровских товарищей. Напомню, Нантеровский университет был закрыт в неопределенное время. И организовала движение университетских действий. Туда включались студенты из Италии, Германии, Бельгии, Западного Берлина и Испании. В тот же день с угрозой забастовки выступили типографские рабочие, привели забастовку против увлечения меня водителью парижских автобусов. Ректор Сарабоны объявил об отмене занятий уже самой Сарабоны и вызвал полицию, которая атаковала студентов, применив дубинки и гранаты со следочевым разумом. Студенты целились по выживанию. Столковения распространились практически на весь латинский квартал. В них участвовало 2 тысячи полицейских и 2 тысячи студентов. В несколько случаев человек было ранены, 600 студентов было арестовано. И дальше пошло только хуже. 4 мая Сарабоны впервые со времен фашистской оккупации была закрыта. А с учетом того, что Деголе и правительство, особенно Рианны и Радикалы называли профашистским, это особенно сильно отразилось в исторической памяти недавней оккупации Франции. 15 мая студенты, которые подстрекатели, были осуждены парижским судом. Это оценивалось как начало опрессии против студентов. И 6-го года 20 тысяч человек вышли на демонстрацию протеста и требовало освобождения осужденных. Открытие университета, отставки министра образования и эректора Сарабоны, прекращение полицейского насилия. Со всего Парижа на подмогу студентов подходила молодежь, и ночью число уличных бойцов достигло 30 тысяч человек. Лишь в полчаса ночи полиция рассеяла студентов. 600 человек было ранено, 420 с лишним было арестовано. Хочу заметить, это мая 68-го года, это Франция, Западная Европа, и тут такие массовые столкновения с полицией. И в основном как раз студенческие. За последние демонстрации студентов, работников, служащих самых разных отраслей и профессий вспыхнули по всей стране. 7-го мая поставили уже все высшие учебные заведения и большинство лицеев в Париже. В Париже на демонстрацию вышли 50 тысяч студентов, требующих освобождения своих товарищей. Примерно к 14-му, примерно еще дня через 3-4, не так, сейчас скажу, 11-го мая, в Париже уже было невозможно уснуть. В Париже стянулось около 800 тысяч человек. Это как раз Саргон. В Париже стянулось около 800 тысяч человек, бывали улицы, площадка с улиц была разобрана, все летело в сторону полицейских. Это все происходило на левом берегу Сены. На правом берегу Сены как раз находились правительственные здания, куда и пытались прорываться студенты. Но бесполезно, мосты были перекрыты, а когда студенты отходили с мостов, сзади встречали другие колонны полицейских, и все заканчивалось массовыми поповищами, с огромным количеством рынок. Причем через какое-то время в Союзе полицейских уже начали говорить о том, что провести стачку и просто отказаться проминоваться власти. Но главный момент в красном мае 68-го года во Франции собирали не студенты все-таки, собирали рабочие. Огромное количество заводов по всей Франции были захвачены рабочими. Был захвачен даже завод Рену. Управленцы, которые присутствовали на заводе, то есть менеджеры, их просто выгнали из завода, над заводом висели красные флаги. Кстати, и по всей Франции во время заказков «Красного мая» висели красные флаги, звучал интернационал. Вся основа поговорила о том, что революция рядом, и политический кризис набирает обороты все сильнее и сильнее. Примерно по 15 мае висели сложить студентов, молодежь, профессору, которую поддержала студентов. Кстати, среди них был, например, известный писатель Сантер, который всецело поддержал студентов. И работников различных сфер, рабочих, а общее количество запасовщиков было больше 7 миллионов человек. Бунтовалась Франция. Проблемы шли по железнодорожным путям, проблемы шли по авиасообщению. Чуть проще хочу сказать, что через неделю примерно в НАТО обсуждалась возможность введения ограниченного военного контингента на территории Франции. Но это просто было бы как одно из возможных развитий событий. В чем же, казалось бы, 10 миллионов человек, заводы, подконтрольные рабочие, захваченные университеты, захваченные крупные административные здания? Правда, не все. Что же, почему во Франции так не случилась Красная революция? Ответ, в принципе, прост. Группы, которые совершили эту революцию, они были раздеваемы внутренними склоками. Среди них были анархисты, троцкисты, маоисты, коммунисты, просоветское настроение. Граждане просто те, кто пошел бунтовать. Невозможно было прийти к инсолидации какого-либо мнения. Вдобавок студентов не приняли рабочие. Понятное дело, что только рабочие могли довершить революцию до конца. Но для этого сделано не было. Рабочие вполне требовали себе конкретные уступки. Строка-часовой рабочей недели, увеличение социальных благ, увеличение заработной платы. В принципе, они добились этого. Студенты же, молодежь, требовала чего-то непонятного. Весь Париж без треографития. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Внимание рабочие. Твой профсоюз из прошлого века. Нужно их случить с утра первое твое унижение дня. В общем, сильно развивалась тема секса. Секс это хорошо, сказал мал. И может заниматься в стенах ваших университетов. Скорбетель, пепель плюс. О, Боже, скажи мне это, скорбетель молотова в руках. Вот эти граффити, вполне себе шутливые, вполне себе агрессивные, с насильственными призывами, пестрели по всему Парижу. Идея сместилась, как уже произошло в США, с социальных аспектов на идею эксценциальную. Приводилась идея культурной революции, как она говорилась. Революция, культурная революция молодежи полностью отрицала весь культурный класс, который проходил до этого. В Нантеле даже звучал призыв сжечь джаконку. А почему? Считаю, что культура мертва. Культура это насилие над личностью. Так же, как и моральные догмы. Оно лишь закрепляет человека, делает его винтиком во всей этой системе. И, соответственно, культура это является аппаратом насилия государства. Да, студентами отрицалось и буржуазмый образ жизни в самых радикальных формах. Считалось, что стричь ногти это мелкопуржуазмно, так же, как и мыться каждый день и стричь волосы. Видя весь этот балаган, рабочие просто не пустили студентов, когда те приходили к заводам. Был примерно такой диалог. Приходили студенты, спрашивали у рабочих, не голодны ли вы. Они реально хотели оказать помощь. Рабочие умолчила, отвечали нет. И призывали их не бастовать вот такими способами, которые они это делали, а добиваться какого-то конструктива. И тогда ряд особо радикальных студентов посчитали то, что рабочие буржуазмились, а они не хотят прислушиваться к их возуму. Хотя четкость этих возумов была очень прозричная. Как я уже сказал, это были в основном студенты-гуманитарии и протест, который проходил во Франции, он как раз носил себе и оттенок того, что это был протест против своих же родителей. Вот в фильме «Правочие мечтатели» это особенно ярко было показано. Что еще можно добавить? Как раз в том, что как завершилась оккупация Барижа, вот этой Красной Майи? Деголь поступил довольно умно. Он дал процессу выкрыть до конца. То есть посменно применялось и насилие в отношении постующих, и также просто давалось им ссориться между собой. Не приходя ни к какому консолидации мнениях, склоки росли, не было никакого единого понимания плана дальнейших действий, потихоньку действия бунтующих пошли на веру. Примерно начало июня Париж был, во-первых, зачищен, особенно Рильян посадили. Кстати, потом многие делали тех бунтующих протестов и перевели во власть. Многие пошли в партию «Зеленый» в первом парламенте, получили добавленные высокие должности. И сейчас можно, если поискать по биографии, кто же принимал участие, кто организовывал Красный Майи во Франции, то сейчас на данный момент крупные депутаты с большой заработной платой, которые полностью откринули всякие идеи протеста. То есть они полностью вошли во власть. Де Бор также делал такое понятие, как рекуперация. Вот эта революция, которая, скажем, квазь революция, которая так и не случилась с конца, потом была коммертилизирована. То есть процесс рекуперации, когда капиталы используют какие-то знаки, используют для того, чтобы получать эти деньги. Банально, например, когда используются принты чеки-вары на другом, и футболки продаются крупными компаниями. В принципе, то же самое случилось и в Майе. Красный Майе стал красивым символом молодежного бунтарства, символом того, что молодежь может что-то делать. Но в итоге через год почти с лишним, где Бор и ушел с поста президента, потому что по другим причинам. Но многие, скажем, революки, посчитают, что это случилось непосредственно из-за Майя 1708 года. В принципе, революция была приватизирована, и с помощью нее получают деньги. Была ли эта революция является большим вопросом у всех пор.